Совет безопасности ООН призвал гвардию, захватившую власть в Буркинофаса, восстановить конституционный порядок, в противном случае члены Совбеза будут рассматривать дальнейшие шаги по реагированию на ситуацию. СБООН в четверг заслушал брифинг заместителя генерального секретаря по политическим вопросам Джеффри Фелдмана о ситуации в Буркинофаса. Члены Совета серьезно осудили неконституционный и насильственный захват власти, осуществленный 16 и 17 сентября президентской гвардией в отношении переходного руководства, говорится в распространенном позже вечером заявлении для прессы. Совбез призвал военных восстановить конституционный порядок и вернуть власть гражданским переходным властям. Члены СБООН подчеркнули, что виновные в неконституционном и насильственном захвате власти должны быть привлечены к ответственности, и в этой связи выразили готовность пристально следить за ситуацией и рассматривать дальнейшие необходимые шаги. Как сообщил Фелдман, специальный представитель генсека по Западной Африке Мохаммед Ибн Шамбас встретился с генералом Дендери и потребовал положить конец перевороту, освободить президента Кафандо, восстановить календарь переходного периода и институции переходного периода. Этот сигнал был в жестких формулировках передан Шамбасом от имени генерального секретаря, отметил Фелдман. В среду президентская гвардия захватила исполняющего обязанности президента страны Мишоля Кафандо, премьер-министра Исаака Зиду и ряд министров в заложнике. Как отмечает агентство Франс Пресс, политиков задержали представители гвардии президента, лояльные бывшему главе государства Блезу Компаури генерал президентской гвардии Буркинофаса Жильбер Дендери был назначен мятежными военными главой переходного совета. В пятницу президент Сенегала Макисалл как председатель экономического сообщества западноафриканских государств, Эковос, посетит столицу Буркинофаса Лагадугу. Продолжение следует...